Добрый день! Скиуб это механическая головоломка, которая внешне похожа на кубик Рубика. Та же расцветка, та же кубическая форма. Но строение элементов отличается, поэтому скиуб имеет гораздо больше общего с обычной пирамидкой, чем с кубиком Рубика. Изначально скиуб так и назывался кубическая пирамидка. Позже он приобрел название «искривленный куб», что привело впоследствии к названию скиуб. Из-за его необычного вращения многие думают, что собирать скиуб достаточно сложно. Ведь при каждом повороте меняется местами так много элементов. Это 4 угла и 3 центра. Но на самом деле скиуб собирается просто, и сейчас я об этом расскажу. В скиубе гораздо меньше элементов, чем в остальных головоломках. Здесь всего 2 типа. Это углы, имеющие 3 цвета, их 8 штук. И центры, такие большие здоровые квадраты, которые имеют 1 цвет. И в отличие от кубика Рубика, они имеют свойство перемещаться. То есть они не фиксированы. Сборка скиуба будет включать в себя всего лишь 3 этапа. На первом этапе мы полностью соберем одну сторону, центр и 4 уголка. На втором этапе мы помимо одной стороны соберем еще противоположную. И на третьем этапе мы соберем скиуб полностью. Сборка первой стороны это достаточно интуитивный процесс и не содержит никаких сложных логаритмов. Изначально выберем центр, с которого будем начинать. К примеру, возьмем белый, но можно начинать с любого. Нетрудно догадаться, что рядом с белым центром должно быть 4 белых уголка. Поскольку снизу их нет, то посмотрим сверху. Видим здесь сверху белый, зелено-оранжевый уголок, белый, зелено-красный уголок. С какого лучше начать? Поскольку у центра вообще нет уголков. Лучше начать с тех элементов, у которых белый цвет не смотрит вверх. То есть должен смотреть в сторону. Не вверх, как у этого, а в сторону. Цвет, с которого мы начали. Тогда одним движением мы сможем этот белый цвет совместить с центром. Смотрим. Вот белый центр и уголок встал хорошо. Теперь относительно этого первого угла мы будем расставлять остальные. Смотрим сверху. Либо оранжевый, либо зеленый уголок. Видим белый, оранжевый, синий уголок. У него есть оранжевый цвет. Понятно, что оранжевая грань будет вот здесь. Значит, рядом с бело-зелено-оранжевым углом должен стоять какой-нибудь еще бело-оранжевый. Ну, конкретно бело-оранжево-синий. Одним движением ставим его на свое место. Видим, что уголок на своем месте стоит. Вот бело-оранжевый, бело-оранжевый. Но он неправильно ориентирован. То есть нужно его на месте перевернуть. Как это делается? Мы видим вот белый цвет. Вот, надавим на него большим пальцем, тем самым отведя его сюда в дальний угол. Здесь, вращая вот этот задний угол, мы его развернем на месте. И вернем. Уголочек у нас встал в нужное положение. Попробуем еще. Вот рядом с бело-оранжевым-синим должен стоять какой-нибудь бело-синий уголок. Можем с этой стороны. Рядом с бело-зеленым какой-нибудь бело-зеленый тоже должен стоять. Ну, и видим, к примеру, вот бело-зеленый уголок. Всегда лучше начинать с тех, которые смотрят вбок. Поворачиваем. И он становится сразу в нужное положение. Ну, оставшись уголок, доставляем на пустующее место. И видим, что он опять стоит неправильно. Возьмем так, с кьюб, чтобы белый цвет был обращен к нам. Надавим большим пальцем на уголок. Он отведется вот сюда, назад. Теперь будем вращать именно вот этот задний уголок. Вращаем. И возвращаем уголок на место. Мы видим, что уголок на место свое встал. Но у нас разрушился вот этот угол. Ничего страшного, так быть и должно. Ну, мы просто вернем его на свое место. Первая сторона собрана. Ну, я покажу еще один пример. Рассмотрим такую ситуацию. Вот у нас белый центр. И у него уже стоит один уголок. То есть, теперь относительно этого уголка будем расставлять остальные. Он бело-красно-зеленый. Теперь нам в глаза бросается бело-красно-синий. И он имеет красный цвет. Значит, должен находиться вот на этом месте. Поскольку красная грань, это будет вот это все. Спускаем его интуитивно на свое место. Видим, что он повернут. Не той стороной. Белый с белым не совпадает. Возьмем скьюб так, чтобы белый цвет был обращен к нам. Уголок может касаться как справа, так и слева. Решение зеркальное. В этом случае надавливаем большим пальцем на уголок. Тем самым отводя его назад и вверх. Здесь, вращая этот самый задний уголок, мы его разворачиваем. Получается, что у нас белым цветом он будет обращен назад. И возвращаем на то место, где он стоял. Видим, что у нас потерялся предыдущий угол. Ничего страшного, он здесь. Просто возвращаем его на свое место. Так бывает при развороте уголков, что уже стоящие уголки у нас куда-то уходят. Всегда в одном движении они возвращаются на место. Два угла стоят на месте. Теперь нам нужен какой-нибудь белый-зеленый уголок. Ищем его сверху. Вот он. Белый-зеленый угол. Вращаем скьюб. И он сразу становится на свое место. Этот на оставшийся. Ну, сразу в нужное положение. Еще один пример для закрепления. Мы видим, что у нас у центра нет ни одного уголка. Те, которые стоят, они развернуты. Сверху все уголки белым цветом направлены вверх. Это не очень удобная ситуация. Мы можем сделать какое-то движение. Тем самым переориентировав верхний уголок. Так, чтобы он начал смотреть в сторону, а не вверх. Отсюда уже поставить его на любое место. Теперь, зная этот уголок, бело-красно-зеленый, мы рядом с ним будем расставлять остальные. Видим сразу бело-красно-синий угол. Он должен быть здесь. То есть мы ищем либо бело-красный, либо бело-зеленый. Какие первые попадутся. Ну, вот бело-красный попался. Ставим. Видим, что он стал неправильно. Нужно его развернуть. Берем скрип так, чтобы белый цвет был перед нами. Давим большим пальцем на уголок. Он отводится назад. На этом месте разворачиваем его так, чтобы белый цвет оказался сзади. И возвращаем его на свое место. Видим, что у нас ушел элемент, который стоял здесь. Вот так вот его вернем, и он встанет на свое место. Смотрим дальше. Вот у нас белый, оранжево-синий уголок. Ставим его рядом с синим, и он сразу становится как надо. Ну и остается один. Он стоит на своем месте, но его нужно развернуть. Развернуть. Опять он обращен белым цветом на нас. Находится справа. Давим. Разворачиваем здесь, чтобы белый цвет смотрел назад. И возвращаем на свое. Убежал задний элемент. Вернем его. Вот и все. Больше никаких премудростей в сборке первой стороны нет. Главное, что нам потребуется в сборке первой стороны. Это установить первый уголок, и относительно него расставить остальные. Мы из любого положения загоняем уголок на свое место, и при необходимости его разворачиваем. Что с левой стороны, что с правой стороны. Это делается одинаково. Давим на уголок. Сзади разворачиваем так, чтобы белый смотрел назад. И возвращаем на свое место. При необходимости нужно вернуть элемент, который стоял здесь. Если такой уголок расположен справа, мы делаем все то же самое. Идет вращение всего вокруг двух углов. Вот этого и вот этого. Когда мы давим, мы вращаем половину скилла вокруг вот этого угла. Разворачиваем уже вокруг заднего угла, но все с правой стороны. Возвращаем опять вокруг вот этого угла. И при необходимости мы возвращаем смещенный элемент, вращая задний угол. Сборка интуитивная. Потренируйтесь, и все получится. На втором этапе нам потребуется алгоритм, который называется пиф-паф. Он присутствует во многих головоломках, но в скилбе делается по-особенному. Пиф-паф содержит всего четыре движения. Возьмем скилб таким образом, чтобы одна экрана была обращена к нам. Правым пальцем давим на нижний уголок. Левым пальцем давим на нижний уголок. Возвращаем правую часть. Возвращаем левую часть. И те четыре движения, и есть пиф-паф. Повторим. Давим. Давим. Возвращаем. Возвращаем. Еще раз. Давим. Вращение вокруг вот этого угла. Давим. Возвращение вокруг вот этого угла. Возвращаем. Опять вот этот. Возвращаем. Опять вот этот. Ну и если повторить пиф-паф шесть раз на скилбе, это сейчас пятый, а вот это шестой, то он соберется. Таким образом можно тренировать пиф-паф на собранной головоломке. Если он каждый шестой раз будет собираться, то значит вы все делаете правильно. Целью второго этапа будет полностью собранная желтая сторона. Ну а начинать мы будем не с центра, а с углов. И даже если центр у нас уже стоит на месте, это нам никак не помогает в методе для начинающих. Расстановка углов может иметь всего два положения. В данном случае ни одного уголка наверху нет. Здесь вот такие вот глазки, здесь вот такие вот ушки. Здесь как бы глаза и по бокам уши. Такая ситуация решается следующим образом. Мы берем глазами вправо и делаем один пиф-паф. Раз, два, три, четыре. И у нас все четыре угла становятся нужным образом. Вторая возможная ситуация, это когда у нас наверху два уголка. В этом случае мы должны взять желтым элементом, который сбоку, таким образом, чтобы он располагался справа. Не вот так, вот этот желтый уголок у нас слева, а именно вот так, чтобы он был справа. Если у нас нет желтого элемента сбоку, то нужно кубик перехватить, и он появится. Желтый уголок, который расположен сбоку, мы держим справа. И из этого положения опять же делаем пиф-паф. Но не появились желтые уголки сверху. Посмотрим внимательнее. У нас образовалась предыдущая ситуация, где есть глазки и есть ушки. В этой ситуации мы уже знаем, как решать. Берем глазками вправо и делаем пиф-паф. И у нас все желтые уголки встали на место. В данном случае у нас и центр встал на место, но это вовсе не обязательно. В общем, в случае у нас будет вот такой результат. Ну и третья ситуация, которая возможна на этом этапе, это когда у нас все уже желтые уголки стоят на месте, и тогда делать здесь ничего не надо. Повторим. Если у нас глазки и ушки, на центр сейчас не обращаем внимания, белый цвет располагается снизу. Берем глазками вправо и делаем один пиф-паф. Получаем четыре уголка, которые направлены вверх. Если у нас сверху есть два уголка, мы находим уголок, который смотрит вбок и располагаем его справа. Из этого положения делаем один пиф-паф. Перехватываем кубик и замечаем, что у нас глаза и уши. Берем глазами вправо и делаем еще один пиф-паф. И четыре угла собираются. Но помимо уголков нам нужно еще поставить сюда желтый центр. Часто бывает так, что он сам становится на место. В этом случае тогда мы переходим к следующему этапу. Но если нет, мы ищем его на боковых кранях. Белый у нас, как и было, так и останется снизу. Если желтый не наверху, значит он где-то сбоку. Вот он здесь. И располагаем желтый центр сзади. Чтобы он был вот здесь, с задней стороны. Из этого положения делаем пиф-паф. Потом перехватываем кубик два раза. То есть как бы разворачиваем его на 180 градусов. Делаем еще один пиф-паф. И желтый центр переходит наверх. Еще разок. Собрались желтые уголки. Находим на боковой грани желтый центр. Вот он. Располагаем его сзади. Делаем пиф-паф. Перехватываем кубик дважды. Так, чтобы желтый центр стал перед нами. Делаем еще один пиф-паф. И желтая грань у нас соберется. В итоге у нас должна получиться полностью белая грань и полностью желтая грань. На этом второй этап закончен. На третьем этапе мы соберем скьюб до конца. Здесь не будет новых алгоритмов. Будем использовать тот же, что нам требовалось для установки желтого центра на свое место. Повернем скьюб так, чтобы белые и желтые цвета были слева и справа. Не важно, где именно желтые, где белые. Главное, чтобы они были по бокам. Внимательно осмотрим оставшиеся четыре грани. Если у нас есть грань, где центр стоит на своем месте, вот эта, мы должны поставить ее вниз. Далее. Вот эти три центра мы переставим при помощи одного алгоритма. Тот же самый алгоритм, что мы делали на предыдущем этапе. Пиф-паф. Перехват. Второй пиф-паф. И скьюб собран. Попробуем еще раз. Желтый собран, белый собран. Находим зеленый цвет, который стоит на своем месте. Располагаем его снизу. И попробуем прокрутить тот же алгоритм. Пиф-паф. Перехват. И еще один пиф-паф. Но скьюб не собирается. И сколько мы так не крутили, он у нас не соберется. Дело в том, что нужно обращать внимание на цвета вот этого центра и вот этих уголков. Здесь сейчас синий и красный. Это цвета так называемые смежные. Если мы посмотрим с другой стороны, зеленый также остается снизу. Здесь красный и оранжевый. Цвета противоположные. Попробуем прокрутить алгоритм. Один пиф-паф. Второй пиф-паф. Скьюб собирается. Следует помнить, что для того, чтобы этим алгоритм скьюб собрался, цвет центра, который перед нами, должен быть противоположен цвету углов, которые также находятся на передней грани. Противоположные цвета это красный и оранжевый, синий и зеленый. Белый и желтый у нас уже заняты. Но если вы начинали с другого, то белый и желтый. В данном случае это красный и оранжевый, либо синий и зеленый. В этом случае, если цвет центра противоположен вот этим уголкам, то скьюб соберется с первого раза. Но не всегда у нас уже есть один собранный центр. К примеру, вот ситуация. Белый и желтый у нас собраны. Но ищем центр, который стоит на месте, и его нет. В этом случае ничего страшного. Просто делаем тот же алгоритм из любого положения. Главное, чтобы белый и желтый были по бокам. Делаем пиф-паф. Перехват. И еще один пиф-паф. Теперь ищем. У нас появился центр, который стоит на месте. Располагаем его снизу. Проверяем, что цвета противоположны. Синий и оранжевый это не противоположные цвета. Разворачиваем. Красный и оранжевый. Противоположные цвета. Значит, с этой стороны мы будем делать алгоритм. И скьюб собрался. Таким образом, если нет центра, который стоит на месте, мы делаем этот алгоритм дважды. Сначала из любого положения. Потом уже находим собранный центр. Ставим его вниз. И проверяем противоположность цветов. На этом сборка скьюба у нас завершается. Для метода для начинающих этих знаний вполне достаточно. Существуют более скоростные методы сборки. Там уже по-другому нужно держать сам скьюб. Но для начала этих знаний будет вполне достаточно. По сути, головоломка собирается интуитивно и при помощи одних пиф-пафов. Несмотря на то, что вращается не очень стандартно, но собирается очень легко. Далее, пример сборок. Первый пример. Будем собирать вокруг белого центра. Находим сверху уголок, который смотрит в сторону. И одним движением ставим его на свое место. Бело-оранжево-синий. То есть нам нужны либо бело-синие, либо бело-оранжевые уголки. Первый попадается бело-оранжевый. Ставим его на ту сторону, где есть оранжевый цвет у нашего первого уголка. Видим, что он встал на свое место, но не той стороной. Берем так, чтобы белый был к нам. Давим на него. Разворачиваем на своем месте. И возвращаем на место. Проверяем. У нас здесь был не этот уголок. Значит, нужно его вернуть. Получили два уголка. Продолжаем дальше. Находим наверху белый-зелено-красный угол. Зеленая грань здесь. По вот этому цвету определяем. Ставим уголок на свое место. Он опять смотрит белому в сторону. Значит, опять его разворачиваем. Давим. Поворачиваем задний уголок так, чтобы белый смотрел назад. Возвращаем на место. Проверяем. Вот этот потерялся. Нужно его вернуть. Четвертый уголок стоит уже на своем месте. Его требуется только развернуть. Берем белым к себе. Давим на него. Разворачиваем белым назад. И возвращаем. Проверяем, не ушло ли что-то. Вот этот потерялся уголок. Возвращаем его на место. Первый слой собран. Далее собираем уголки верхнего слоя. У нас есть два уголка желтых сверху. И видим вот один сбоку. Располагаем его так, чтобы он был справа. Делаем пиф-паф. Смотрим у нас глаза, уши. Берем глазами вправо. Делаем еще пиф-паф. Четыре желтых угла собраны. Ищем желтый центр. Вот он. Ставим его сзади. Делаем пиф-паф. Перехват на 180 градусов. Так, чтобы желтый оказался перед нами. И еще один пиф-паф. Белый и желтый собраны. Ищем центр, который стоит на месте. Такого нет. Значит, сохраняем белый и желтый по бокам. Делаем пиф-паф. Разворот на 180 градусов. И еще один пиф-паф. Сразу видим, оранжевый центр стал на свое место. Опускаем его вниз. Проверяем, что синий и зеленый у нас противоположные цвета. С этой стороны красный и зеленый не противоположные. Нужно чтобы были именно противоположные цвета здесь. И делаем еще раз эту комбинацию. Пиф-паф. Перехват. И еще один пиф-паф. Собрано. Вторая сборка. Смотрим белый центр. Возле него уже стоит бело-оранжево-синий уголок. Значит, рядышком должны быть либо белый-оранжевый, либо бело-синий. Но мы смотрим сверху. У нас только бело-красно-зеленый. Чтобы не путаться, мы лучше достанем снизу нужные нам уголки. Чтобы все было по порядку. К примеру, вот белый-оранжевый. Мы просто его приподнимем отсюда. Вот он оказался сверху. Ставим его на свое место. Бело-оранжевый. Бело-оранжевый. Стоит не той стороной. Разворачиваем на месте. Сзади у нас ничего не было. Восстанавливать не нужно. Ищем дальше. Бело-красно-зеленый. Ставим на свое место. Сразу стоит правильно. Ну и четвертый уголок ставим на оставшееся место. Так. Стоит неправильно. Берем белым к себе. Давим. Разворачиваем. Возвращаем. Стало правильно. Задний разрушился. Можно вернуть на место. Все хорошо. Белая сторона собрана. На удивление у нас собрались сами желтые уголки. Такое бывает. Это так называемый скип. Просто пропускаем эту часть сборки. И сразу ставим желтый центр сзади. Чтобы поднять его наверх. Делаем пиф-паф. Перехват. И второй пиф-паф. Белый и желтый собраны. Берем их по бокам. Ищем центр, который стоит на месте. Вот он. Синий. Проверяем, чтобы эти цвета были противоположные. Синий центр, который правильно стоит у нас снизу. Красно-зеленый, не противоположные. Перехватываем. Красно-оранжевый, противоположные цвета. Значит, с этой стороны мы и будем делать алгоритм. Пиф-паф. Перехват. И еще один пиф-паф. Собрано. Еще одна сборка. Белый центр. Возле него уже находится бело-красно-зеленый уголок. Значит, ищем либо белый-зеленый, либо белый-красный. Видим белый-красный здесь. Видим белый-зеленый здесь. Всегда предпочтение даем тем уголкам, которые смотрят в сторону. Ну, давайте с него начнем. Раз. И он встал на свое место. Дальше смотрим. У нас сверху белый-синий-красный уголок. Нам нужно либо бело-оранжевый, либо бело-красный. Ну, как раз бело-красный у нас сверху. В одно движение ставим на свое место. И разворачивать его не нужно. Четвертый уголок стоит на своем месте, но не той стороной. Начинаем разворот. Толкаем. Разворачиваем так, чтобы белый был сзади. Возвращаем. И у нас нарушился задний уголок. Ставим его на место. Смотрим на верхнюю сторону. У нас два уголка есть. Ищем. Вот у нас как раз сразу желтый уголок. Нужно взять его. Не вот так, чтобы он слева был, а именно справа. Желтый уголок. Делаем отсюда пиф-паф. Перехватываем. Смотрим у нас глаза, уши. Глаза берем вправо. Делаем еще один пиф-паф. На удивление у нас желтый центр сам встал на место. Такое бывает достаточно часто. Стоит этому радоваться. Пропускаем этап. Берем белый и желтый по краям. Ищем центр. Вот синий центр стоит на своем месте. Берем его вниз. Проверяем. Зеленый, оранжевый. Противоположные цвета? Нет. Смотрим с другой стороны. Оранжево-красный. Вот эти противоположные. Делаем пиф-паф. Перехват. Делаем еще один пиф-паф. Скрюб собран. Следующий пример. Белый центр у нас совершенно свободен от уголков. Находим сверху любой, который смотрит в сторону. Белый, оранжевый, синий. Ставим в одно движение его на место. Нам теперь нужны либо бело-оранжевый, либо бело-синий. Сверху находим бело-оранжевый. Все уголки смотрят вверх, поэтому без разницы с какого начать. Ставим его на место. Он стоит на своем месте, но неправильно повернут. Белый цвет к нам. Разворачиваем его на месте. Но сзади ничего не было, можно не восстанавливать. Ищем дальше. Нам нужно либо бело-синий, либо бело-зеленые уголки. Вот бело-синий находится первым. В одно движение ставим его на место. Ну и четвертый уголок оказывается на своем месте, но неправильно повернут. Разворачиваем его. Нарушился задний уголок. Восстанавливаем. Про этот момент не забывайте. Смотрим дальше. У нас здесь глаза, уши. Делаем один пиф-паф, взяв глаза вправо. Получаем четыре собранных уголка. Ищем желтый центр. Желтый центр у нас находится вот здесь. Располагаем его сзади. И делаем пиф-паф. Перехват. И еще один пиф-паф. Удивление, скьюб собрался, и третий этап нам делать не пришлось. Такое тоже часто бывает на скьюбе. Как вы видите, сборка скьюба не представляет никаких сложностей. Все собирается одними пиф-пафами или интуитивно. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok